Сегодня, да, вероятно, это, ну, не тяготит Денте Уэлдера, но, возможно, беспокоит. Ладно, друзья, старт. Всё это лирика, поединок у нас начался. Правосторонний работает кубинец, Денте Уэлдер в своей традиционной левосторонней стойке. Многие достали телефоны, потому что ожидали яркого начала. Ну и если мы вспомним пока предыдущий поединок, пока у нас ничего не происходит, вот так ничего не происходило там тоже довольно долго. Побежал вот сейчас артист, да, но мы предполагали, что Луис, возможно, пойдёт на абордаж сразу, что, вероятно, он, опять же, будет рисковать и постарается перевести соперника в горизонтальное положение как можно скорее, даже учитывая все риски, сопряжённые с этим. Но пока всё очень спокойненько. Напряжённо, да, напряжённо, потому что тяжёлый вес. Каждый удар, уж простите за этот штамп, но от него никуда не деться. Ну и тем более, учитывая достижение обоих спортсменов. По туловищу пробивает Уэлдер. Уэлдер аккуратен. Так же, как и в первом бою, он, несмотря на ту технику, которую не сказал уже только лишь ленивый, но, вернее, о её отсутствии этой техники, он пытается применять рекомендации из угла, именно боксировать с Артистом и так бездумно на него не лететь. То есть, ну, пока картина повторяет первую схватку. Может, были самые разные предположения и прогнозы, ну, потому что всё закончится до... Пал слева, здорово, Артист сейчас! Ничего себе! Да, так глаз-то протёр Диантей. Ну и Артист ему глаз уже протёр, неплохо. Так вот он, наверное, после попадания, да, перчаточки провёл. Пока ещё ни одного удара справа от Уайлдера мы не увидели, хотя соперник действует правосторонний. Вот здесь и хорошо попытался перехватить атаку соперника Артист. Кубинец вышел с настроем. Понятно, что в этом бою он андердок, и, в общем-то, наверное, от него никто ничего супер какого-то сенсационного не ждёт, но вот в этом и преимущество Луиса Артиста. Есть рассечение уже у кубинца, причём довольно сильное. Вот так. Вроде бы Уайлдер ничего не сделал, а соперника уже посёк. Ну да, мне кажется, что всё-таки было столкновение головами, когда пошёл Артист вперёд. Очевидно. У-у-у, неплохая двойка, и так крутануло немного Уайлдера. Но вот если рассечение будет действительно серьёзным, то здесь, конечно, Артисту тоже придётся это учитывать и, вероятно, форсировать событие быстрее, чем он этого хотел. Всё интереснее и интереснее. Да, первый раунд потихонечку. Но здесь, как и предполагалось, пока в основном всё спокойно. Ну что, второй раунд. И да, мы внимательно посмотрели в перерыве, где находится рассечение у Луиса Артиста на волосистой части головы как раз после того, самого значимого эпизода. Первого раунда, когда он нанёс удар слева, попал, уклонялся, потом подныривал под руку, и получилось столкновение голова. Пытается сбивать переднюю руку соперника Дэнте Уайлдер. Сам отрабатывает джебом. Слышим «Куба-Куба», да, скандируют болельщики? Да, ну здесь, в общем-то, хотя, казалось бы, это западное побережье, там кубинцев не так много, как в той же самой Флориде, но всё-таки какие-то в Неваду и добрались. Пытался пробить силовой по туловищу сейчас представитель Острова Свободы. Уайлдер пока подчёркнуто осторожен. Да, и нельзя, конечно, не упомянуть ещё и вопрос гонораров, потому что они были обнародованы. Три миллиона получит бронзовый бомбардировщик и полтора миллиона Кинг-Конг. Но это не окончательные суммы, потому что, напоминаем, поединок транслируется по системе предоплаченных трансляций. Ну, у нас-то есть возможность его смотреть бесплатно. У вас, вернее, тоже, дорогие друзья. И, естественно, гонорары вырастут в зависимости от суммы проданных платных транслиров. Ой, хорошо сейчас заставил махнуть по воздуху соперника Артиса. Попытался в повторной атаке наказать. Но пока что по скорости явно не уступал. Мы понимаем прекрасно, что человеку 40 лет и, соответственно, при должной плотности боя во второй половине многие предполагают, что Луис устанет. Так и произошло, в общем-то, в первом поединке, когда в седьмом раунде реально тряхнул соперника Луис Артис, а уже к десятому, конечно, бензин закончился окончательно. Да, в восьмом попытался закончить начатое, но уже там чувствовались признаки серьезной усталости. Интересно, артист пробивает, он колено в колено упирает. Получается такое ощущение, что травму может получить. Нет, это просто такая особенность техники, особенность нанесения удара. Неплохо сейчас передней рукой пощупал соперника Уайлдер и продолжает это делать, держать на дистанции. В ногах немного заблудился Уайлдер, да, не показалось так. И хорошо здесь прижал канатом соперника артист, попытался сработать. Уайлдер в защите очень неплохо пока. Ну и по-прежнему Уайлдер очень осторожен в использовании своей правой руки, но я думаю, что это до того момента, пока он артиста не зацепит. Могой вопрос, зацепит ли. Но сейчас его основная тактика, это, конечно, тянуть бой в поздний раунд. Итак, друзья, третий раунд. Сверх осторожен, конечно, Диантей Уайлдер пока. Но все пока, как и в первом бою. Аккуратно, работа на джебе, сдерживание соперника. Ну и, как мы уже упоминали, для Уайлдера, несмотря на все его громкие заявления, он прекрасно понимает, как нужно вести бои на этом уровне, как нужно готовиться под соперников на этом уровне, их рассчитывать. И ему, естественно, выгодно затягивать поединок как можно дальше. По туловищу попал Артист сейчас. Но вот периодически на ногах не успевает Уайлдер за соперником. Это шанс, это шанс для Луиса. И оу, зацепил левой ручкой это Кубиниас. Да, вариант для Артиста, конечно, решить свои проблемы здесь и сейчас, побыстрее. Пока силы есть, пока есть свежесть, и пока соперник позволяет это сделать. Причем мы слышали в перерыве, что Уайлдеру сказали, ну, Милок, давай, подключай уже правую руку, начинай бить ей. Но пока нет. Пока все на дистанции, пока все... Вот сейчас, да, хорошо. Ну, в правильную сторону уходит Луис Артист. Вправо от себя. Поставил соперника канатом. А что дальше? Ну, естественно, насколько мы помним карьеру Лентея Уайлдера, он может накрутировать в любой момент бой. То есть это не человек, который работает только лишь на начальных раундах. Нет, он опасен и до 12-го раунда в том числе. Но, правда, надо еще отметить, что была у него травма руки, полученная после поединка с Крисом Орелой в 2016 году. И была довольно длинная пауза, когда надо было эту травму лечить. Но это как бы не помешало ему и Орелу отправить досрочно отдыхать, и следующего соперника Джеральда Уашингтона. Продолжается позиционная борьба. Работа на дистанции. Уайлдер тянет соперника на себя. Артист старается поджимать. Вот здесь, да-да-да, очень важная работа передней рукой. Еще раз подчеркиваю, да, что... Хорошо попадает слева Артист. Опять же, да, как нам объясняли на тренировках, что если работает в разных стойках, да, то нужно сделать так, чтобы твои руки в момент ударов были поверх рук соперника. Вот именно это сейчас, я так полагаю, пытаются сделать парни. Попал с передней руки сейчас Уайлдер. Причем закрутил, пробил апперкот. И он добавляет потихонечку вправо. Так, события начинают принимать все более интересный оборот. Хорошо дергает Уайлдер. Вот здесь несколько раз попал, да, и уже Артист, ну не то чтобы начал как-то нервничать, да, он хорошо, хорошо опять со своей сильнейшей левой руки Артист пробивает. Он все еще опасен. Пока все. Ну а мы смотрим раунд под номером 4. Утроенный джеб исполнил сейчас Луис Артист. Уайлдер здесь ногами успел. Ну что, начинает Уайлдер зашагивать, наконец-таки, в левую сторону, уходя от сильнейшей руки Луиса Артиста, ну и, естественно, таким образом выводя себя на удар правой. Многие обозреватели, что все закончится до пятого раунда. Посмотрим. Вот уже, да, уже четвертая трехминутка, пока активность не самая высокая. Вот вроде бы поджал Артист соперника в углу, но тут же его и выпустил после одиночного удара. Улыбнулся Уайлдер на попадание соперника, показывая всем своим видом, что он контролирует ситуацию, что удары оппонента ему не страшны. Но, опять же, да, это игра с огнем. Хорошо под правую руку. И попадает Артист. Здорово и по туловичу пробивает. Уолдер заряжается. Да, 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 здорово, здорово. Болельщики тут же отреагировали на содеянное. Ну, естественно, за три раунда, по сути, только лишь одно точное попадание от Артиста и практически ни одного от Уайлдера. Ну, хорошего такое, увесистого, я не имею в виду. Напомним, что сегодня Артист может вписать себя в историю мирового бокса, став первым чемпионом мира в супертяжелом весе с Острова Свобода. Так, как говорится, панчер всегда имеет шанс. Донесет ли он этот панчер? Совсем упал темп. Ну, и, естественно, Уайлдер не может не понимать, что Артист прекрасный контрпанчер. Поэтому, возможно, и тянет соперника сейчас на себя в таком режиме, потому что вроде бы попытался пойти вперед, но видели в этом раунде. Артист тут же разрезился своей атакой и было опасно весело. Да, 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 действительно. Причем мы же понимаем тоже прекрасно, что Артист ждет правую руку от Уайлдера, чтобы перехватить атаку. Именно поэтому Уайлдер старается действовать максимально расчетливо. Правый боковой в блок приходится от Уайлдера. Хорошо по туловищу вновь Артист. Там высоко держит блок Уайлдер, поэтому открываются ходы к корпусу. Очень напряженно. Все очень напряженно. Любой удар может решить исход. В первый раунд хотелось бы внести определенные поправки на ветер. Мы говорили о том, что Луис Артист может стать первым в истории кубинским чемпионом по боксу в супертяжелом месте. Разумеется, в профессионалах, да, потому что в олимпийском боксе подобные оказии случались. И хорошо опять готовит левую руку Артист. А ведь так, по сути, если посчитать раунды, вот сейчас очки, то я не думаю, что Уайлдер ведет на судейских записках. Что думаете? Да он ничего не делает пока для того, чтобы ввести. То есть очевидно, что Уайлдер в этом отношении рассчитывает, как мы уже предполагали, на вторую половину боя. И, скажем так, пунктик со звездочкой на досрочную свою победу. Да, потому что были у меня еще предположения о том, что у Уайлдера, конечно, престижно и почетно, и опять-таки денежно, в том числе выигрывать досрочно. Но нельзя выигрывать досрочно во всех боях. Ну, опять-таки, уже во всех не получилось для Антая Уайлдера. И другой вопрос, что может быть иногда стоит пожертвовать досрочной победой ради просто победы, но уверенной по очкам. Но пока не сказать, что уверенная по очкам получается. То есть, конечно, тут вопрос того, что, скорее всего, равные раунды будут считать в пользу действующего чемпиона. Вот, сейчас зацепил, кстати, Букова Мартиса. Ну, потому что так тоже нельзя говорить о том, что однозначно все вот эти раунды ушли в копилку кубинцев. Хорошее опять попадание по туловищу от Вуис Артиса. Еще раз угрожает ударом в корпус. И когда же будет перевод на голову? Но не сейчас. Упорхнул просто от действий соперника Уайлдер. И опять, периодически блуждает в ногах Уайлдер. Это может ему очень дорого обойтись. Если вдруг он застынет на ногах, и там прилетит левый боковой от Артиса, то мало не покажется. Да, это совершенно очевидно, что эта самая золотая челюсть может отправиться куда-нибудь на дальние ряды. Снова хорошо опять по туловищу. Здорово. И тут же перевод на голову. Молодец, Артис. Ну а что же Уайлдер? Да, вот Уайлдер включает мельницу свою знаменитую. Да, да, да. Опять это корявость движений. Каждый раз с содроганием смотрю. Но с содроганием опять же почему? Потому что это может решить исход это может стать финальной точкой в поединке. Каждый, каждый такой корявый удар, который дойдет до бороды Артиса, может выключить ему свет. Хорошо. Перехватил, да? И попал еще раз слева Артис. Ну молодец, Кубинис. Перед стартом очередного раунда ибо Луис Артис пока что весьма и весьма конкурентен. Посмотрим, что будет дальше. И вот здесь опять мы видим накладывает руку свою переднюю на переднюю руку оппонента сверху Луис Артис абсолютно правильно делая, вымеряя себе дистанцию для нанесения мощнейшего удара слева. И вот он опять по корпусу. Хорошо здесь вновь контратакует Луис Артис. Причем я бы не сказал, что какие-то бесшабашные атаки. Это атаки продуманные конечно. Да, да, да. Молодец. Они не сказать, что многоударные, но они не бросаются так, он готовит эту атаку. Но, что мне кажется, Уайлдер сейчас заставляет действовать Артиса в несвойственной и непривычной для него манере. Потому что Артису удобно работать навстречу. Удобно, когда он сам тянет соперника на себя и будет вторым номером. Опять-таки учитываем, что Артис Левша. То есть это вообще классическая работа Левши тянуть соперника на себя встречать с левой. И Уайлдер, я думаю, вместе со своей командой, они этот момент просчитали. Потому что, ну мы видим, Уайлдер практически сам не атакует. Он уже в другом поединке бросился бы давно на своего соперника, вот закручивая вот эти удары под абсолютно невообразимым траекторием. Ну и вот, кстати, здесь мне кажется, что Уайлдеру можно было бы попробовать встретить снизу. То есть он еще пока ни разу этот удар не применил. И вот тут это может стать неприятным сюрпризом для Луиса Артиса. Как раз в том, когда в очередной раз потянет соперника на себя и прям поднять под левую руку справа, мне кажется, было бы хорошо. Ну это ты, кстати, говоришь о том, что происходило в первом поединке, потому что у Диатейла, у Уайлдера там выяснилось, что есть намного больше, чем просто правый прямой. Потому что он трижды ронял Артиса и каждый раз это разными ударами. То есть это был прямой, это был боковой и это был апперкот. Как раз тут все три удара ты применил, которые есть в боксе. Неплохо. Плечо, кстати, Артис подставил тоже. Да, но такой получился прям щелбан в исполнении Уайлдера здесь. Хорошо. И отличная атака от Артиса вновь. И опять очень спокойно, очень расчетливо. Артист, да, удачный эпизод, но при всем при этом на рожон не лезет. Продолжает очень собрано действовать и опять же с хорошей точки зрения в энергосберегающем режиме. Да, то есть он не тратит силы понапрасну. Что очень важно в его возрасте опять же. 10 секунд. Уайлдер пока что очень и очень сдержан. Когда, когда он расчехлит наконец свои пушки те самые, что он заряжал в самом начале боя. Было очень много всего интересного и сейчас посмотрим повторится ли та самая ситуация. Потому что, ну там надо еще отметить, что и уже в пятом раунде Артист побывал в нокдауне. Здесь пока такого не произошло, но во многом не благодаря, наверное, усилиям Артиста, а отсутствует этих усилий Уайлдера. Хорошая вновь серия в исполнении Артиста и ОПЕК. Хорошо здесь Уайлдер пробивает с передней ручки по печени и обменялись. Так, так, так. Запахло жареным. Да, разгорается потихонечку поединок. Ну и если мы обратим внимание на действия Артиста раундом ранее, то там их было очень много эффективных. Вот сейчас, да, Уайлдер пытается отвечать, пытается проваливать. Ну и Артист готов к такому развитию события. Естественно. То есть он делает нырок под правую руку соперника и уже там готов. палить со своей левой очень интересно. Так. И здесь опять левый прямой выпускает поюс Артист. Уайлдер, конечно, не забывает оттягиваться. Он только выбросил, достал до соперника. Сразу раз уходит на дистанцию. 13 сантиметров. Разница в дистанции удара между Артистом и Уайлдер. правой прямой. И вот наконец-то Уайлдер сподобился. Опять попадает в плечо джебом. Всем своим видом Артист также демонстрирует, что удары Уайлдера ему не страшны. Сейчас показательный действительно был момент. И вот опять мы видим, что Уайлдер как раз смещается под левую руку соперника. Ждет. Ну где же? Где же контратака? Ведь дождался же Уайлдер. Почему не бьет? Хорошо по туровищу. Вот по печени с левой руки здорово пробивает Уайлдера, но не более Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вот это да мне кажется это все так встряхивает головой ведет из стороны в сторону артист весь бой стоял ни черта не делал и здесь все я хочу посмотреть повтор и казалось бы да ну вот у артиста уже появляются шансы как это было обманчиво да как он под судьбой то о чем мы говорили то есть я думаю что боец настолько высокого класса уайлдер он